Пиво крафтов, если мы действительно честно говорим о том, из чего оно состоит, что мы имели в виду, у нас такая прозрачная обратная связь с потребителем, можно так сказать. На самом деле большинство пива, которое пьется в мире, это лагеры. Так получилось, что лагеры распространены повсеместно, и большие гиганты их выпускают, и большинство людей их пьет. Традиционно, допустим, для Британии традиционно эли. Эли это тоже пиво, на самом деле. Если вы в Британии скажете бир, то вам, скорее всего, дадут лагер. А если вы скажете эль, вам дадут традиционное британское пиво, которое является элем. По сути, это все очень просто. Низовое брожение, верховое брожение. То есть тот, кто немножечко разбирается, понимает, в чем разница. То есть английское пиво будет всегда, эли, всегда будут более ароматные, менее алкогольные, менее карбонизированные, то есть меньше будет углекислоты в них. Из-за того, что, из-за особенностей, в общем-то, работы этих самых верховых дрожжей. Но в мире все равно пьют больше всего лагеров. В том числе и в Британии, и даже Бельгия, казалось бы, такая пивная страна, которую мы знаем по каким-то очень крепким пивам, очень дорогим. Трапесты, аббатское пиво. Но на самом деле сами бельгийцы пьют стеллу, пьют маэс. Большинство, да, то есть то пиво, которое они экспортируют, как свою гордость, как Гиннес экспортирует Ирландия. И все знают, как его, как ирландское пиво, представитель ирландского стаута, по сути. Вот если говорить о развитии крафта, то да, последние годы, как и везде, я могу сказать, что в Украине начинает уже происходить эта самая крафтовая революция. Что мы имеем в виду, когда говорим о крафтовой революции? Началось все в Штатах. Началось все в Штатах в 70-х годах 20-го века, когда начали повсеместно производить селекцию хмелей. И получали такие хмеля, которые имеют ароматику цитруса, хвои, каких-то фруктов экзотических, маракуйи, папайи, еще чего-то такого. И это дало возможность пивоварам экспериментировать и добиваться каких-то новых вкусов, возрождая традиционные стили. И возник уже этот термин «крафтовое пиво», который в американском законодательстве закреплен. К сожалению, ну или к счастью, я не знаю, на нашей территории, в том числе и в Европе, нет регламента о том, что такое должно быть крафтовое пиво. Это из Штатах. Но тем не менее, эта мода, это, как сказать, веяние добралось и до нас. И люди, как вообще это, немножко вернусь в Штаты, как вообще это произошло. Люди, в Штатах очень много домашних пивоваров. То есть сейчас зарегистрированные домашние пивовары в Штатах более миллиона. А количество крафтового пива варен в районе трех тысяч. То есть это достаточно много. И крафтовое пиво занимает 12% рынка Штатов. У нас это где-то, приблизительно по нашим прикидкам, где-то процент. То есть у нас есть большой потенциал. Учитывая то, что страна наша считается пивной. Но на самом деле, я вам скажу, что мы находимся на 30-м месте в мире по потреблению пива на душ в население. Это 60 литров. А в Чехии, например, 142 литра. Это на одного человека в год. И живут они хорошо. И никто пивным алкоголиком не стал. Почему-то. Тенденция такая, что эти домашние пивовары, ну как это в Штатах развивалось. Домашний пивовар рано или поздно начинает это пиво не только пить сам, а еще и продавать куда-то друзьям каким-то. В итоге он покупает какое-то там оборудование более производительное. Начинает уже выходить на какие-то объемы. Начинает продавать его куда-то там в какие-то торговые точки. Либо открывает свою. И уже там регистрирует какую-то торговую марку. И особенность еще одна очень немаловажная. Самого крафтового пива это честность. Это то, что, как правило, все крафтовые пивовары готовы поделиться своими рецептами. Они пишут на бутылках не только сколько алкоголя, какая горечь пива, а еще какие ингредиенты использовались. В принципе, брюдок, который, наверное, один из самых известных крафтов, который много сделал. То есть он коммерческий уже такой, большой достаточно. Но, тем не менее, все знают брюдок как крафтовый пивовар. Это шотландские ребята, которые тоже варили раньше там где-то в подвале. Потом быстренько нашли инвесторов, заработали денег. И, значит, сейчас это огромные заводы, которые по всему миру продаются. Вот. Они выложили в прошлом году все рецепты для домашнего использования своего пива. Так как книжка здоровая, пожалуйста, бери, вари все пропорции, все ингредиенты, все рецепты есть. Вот. Поэтому это тоже такая штука, которая очень важна для крафта. Это именно открытость. Ну, в нашей стране есть нюансы. Все, значит, гонятся за модными словами. То есть сначала все были, все варили живое пиво. А сейчас все, значит, думают, так, живое уже не работает. Уже люди разобрались, что все пиво, в принципе, живое. Потому что это продукт жизнедеятельности, дрожжей, да, это зерно, это хмель. Все уж. Ну, есть четыре ингредиента, из которых варится пиво, да, из которых изготавливается. Это соло, хмель, вода и дрожжи. То есть это то, что используется, да. Просто пиво, все думают, что это очень простой напиток. Ну, вот мы на своих курсах, которые мы проводим, мы занимаемся уже ликвидацией пивной безграмотности уже четвертый год. Среди наших выпускников практически, наверное, практически все крафтовые пивовары. Кто-нибудь, либо сами пивовары, либо их сотрудники, либо владельцы баров и ресторанных. У нас пришли обучения, и мы вот рассказываем о том, что показываем ингредиенты. И говорим, вот смотрите, есть 200 у вас в доступе типов солода разного. Вы можете взять разные пропорции. У вас тоже там сотни разных сортов хмеля. Вы можете взять ароматический хмель, горький хмель. И это все комбинировать. У вас тысячи штаммов дрожжей, которые вы можете применять. Вы можете сбраживать при высокой температуре, при низкой температуре. Дображивать при низкой температуре, при высокой температуре. То есть я к чему говорю, что пиво сложный напиток. Ну, невзирая на то, что все думают, что это напиток простой, это не так. И мы это видим, потому что многие даже те, которые можно называть крафтовыми пивоварами здесь, которые экспериментируют, берут традиционный сорт. Например, это может быть, я не знаю, стаут, например. И как-то его немного видоизменяют. Допустим, добавляют много хмеля. И у стаут становится горьким. Очень горьким. Ну, есть любители. Их называют хубхеды. Это те, которые бегают по крафтовым барам в поисках самого горького пива. То есть вот давайте мы выпьем там самого горького пива. На самом деле есть такая характеристика, IBU называется. И-бук. Три буквы. И это International Bitterness Unit. Это количество единиц горечи. И люди на самом деле не воспринимают больше, чем 100 единиц рецепторы. Но в целях маркетинга мы варим пиво 1500 IBU или там 600. Давайте это выпьем. То есть это я говорю о том, что об экспериментах, которые, в общем-то, крафтовые пивовары могут делать. Там над горечью, над разным использованием каких-то других злаков. Например, там из сорга сварить, да? Можно использовать или добавить, не знаю, там кукурузной крупы или что-нибудь еще. Но об этом нужно честно сказать. Потому что есть, допустим, промышленные гиганты используют мультозную патоку. Ну это просто сахар, который дрожжи едят. В этом ничего такого нет. Это не какая-то химия, которую там синтезировали какие-то роботы на Марсе и прислали нам. Это просто продукт уже такой промышленный, который используется в производстве. А крафтовый пивар все-таки больше экспериментирует с натуральными вещами. И это пиво получается, скажем, более ручное, что ли. Ну это и крафт, да? Это то, что сделано руками. Многие варят пиво. И я вам так скажу, что по сравнению с ближайшей Польшей, в которой пьют пиво гораздо больше, и в которой началась крафтовая революция чуть раньше, чем у нас. Я пью пиво там и пью пиво здесь. И, не знаю, может мне так везет, но глобально у нас вкуснее. Потому что еще нет такого рынка и, как сказать, не началась еще халтура. Вот все люди, которые сейчас занимаются крафтовым пивоварением, большинство из них, скажем так, они сильно стараются сделать хорошо. И у них это получается.